Корнел Касат, Айда Костя, Айда Сукин сын Фебюри, 13, 2015-18-49 Невероятные приключения Кости Гришина продолжаются На сей раз всплыла история, где мелкий мошенник и будущий фельдмаршал Гришин вместе с коллегами по карательной деятельности скормили американским сенатором поддельные фотографии российских войск на Украине Фотографии, которые легли в основу подготовки проекта закона о поставках американского оружия на Украину, оказались фальшивкой Американский сенатор-республиканец пришел в ярость, выяснив, что украинские парламентарии передали ему поддельные фотографии в качестве доказательств присутствия российских войск на Украине Сотрудники сенатора передали эти снимки изданию для публикации Читатели же сразу заметили неладное Позже издание сообщило о том, что снимки вызвали ряд вопросов и по данному факту ведется проверка Некоторые фотографии российских военных были сделаны в 2008 году во время конфликта в Грузии, признали журналисты Другие фото также были сняты годами раньше в ходе других вооруженных конфликтов Как бы там ни было, эти снимки были переданы в приемную сенатора Джима Инхофа в декабре 2014 года под видом фотохроники событий на Украине Представитель сенатора отметил, что фотографии в офис попали в напечатанном виде Сотрудники Инхофа связались с профессором Филиппом Корбером из университета Джарджтауна Профессор заявил, что готов подтвердить подлинность снимков и тот факт, что они были сделаны в период с 24 августа по 5 сентября 2014 года на востоке Украины Сотрудники Инхофа поверили ему на слово и не удосужились проверить происхождение снимков в интернете при помощи специального сервиса Они отсканировали эти фото для СМИ Другие источники также подтвердили нам, что эти снимки совпадали с тем, что происходит на Украине, сказала представитель офиса сенатора Даниэль Хардер Потом выяснилось, что один из снимков был сделан сотрудником Associated Press Во время конфликта в Грузии в 2008 году члены украинского парламента, которые передали нам эти снимки, сами себе оказали медвежью услугу, сказал Джим Минхоф Мы считали, что можем уверенно публиковать эти фотографии, так как кадры соответствовали репортажам о событиях в регионе Сенатор признался, что пришел в ярость, узнав, что снимки не имеют отношения к Украине Но это не отменяет факт существования множества свидетельств того, что Россия вторглась на Украину на своих танках Т-72 И того, что пророссийские сепаратисты хладнокровно убивали украинцев, поспешил добавить Инхоф Журналисты BuzzFeed News связались и с профессором Корбером, который ранее призвал американское руководство оказать Украине военную помощь Он заявил, что между ним и сотрудниками сенатора произошло недопонимание Корбер также подтвердил, что в ноябре прошлого года он помог украинской делегации встретиться с членами комитетов Американского Сената по иностранным делам, вооруженным силам и вопросам разведки После этого визита украинский депутат Семен Семенченко написал на своей странице в соцсети С комбатами и народными депутатами Юрием Березой и Андреем Тетеруком благодарим всех друзей Украины в США за помощь в организации встреч Как отметил Корбер, Юрий Береза принес несколько пакетов с фотографиями Сенаторы забрали несколько снимков Когда Корберу позвонили из офиса Инхофа и спросили, когда были сделаны эти кадры, он написал электронное письмо Березе Он попросил Березу подтвердить, что снимки были сделаны с 24 августа по 5 сентября, либо опровергнуть это и предоставить корректные данные Представителям сенатора профессор дал неподтвержденную информацию, отметив, что это лишь его мнение Позже представитель Березы, с которым переписывался профессор, подтвердил ему эту информацию Корбер заявил, что у него не было умысла вводить кого-либо в заблуждение, тем более, американского сенатора и его сотрудников В спешке по дороге в аэропорт, пытаясь дать ответ в последнюю минуту, я допустил ошибку, предположив, что мы говорим об одних и тех же снимках, на которых были изображены обгоревшие останки людей, таковых было шесть Я не имел в виду три фотографии с российскими вооружениями Если бы я видел эти три, я бы был против их использования, пояснил профессор В офисе сенатора с журналистом предоставили список тех, кто привез эти снимки В списке фигурируют депутаты Юрий Береза, Андрей Тетерюк и Семен Семенченко Как отмечают журналисты Эти люди малоизвестны на Западе, среди них нет высокопоставленных украинских чиновников Осенью 2014 года три украинских нардепа, в том числе и Семенченко, ездили в США просить о военной помощи Тогда же комбат-депутат сообщил читателям своего Фейсбука, что их делегация будет встречаться в Конгрессе США, штабах Республиканской и Демократической партий, правительственных и неправительственных организаций с лицами, принимающими решения или влияющими на принятие таковых Причем, он не скрывал, что они будут обращаться к американцам с просьбой поддержать принятие закона о военной помощи Украине Вероятно, для того, чтобы убедить в необходимости этого, Семенченко и прихватил с собой фейковые фотографии Присвоить капитану ФСБ Константину Гришину, оперативный псевдоним Семенченко, внеочередное звание полковника за мастерскую идеологическую диверсию в штаб-квартире вероятного противника Минус, оружие, США, Семенченко, юмор, фальсификации Leave a comment, read comments 288